Всем привет, друзья, очередная посылка из Китая, вскрываем. Это оперативная память, друзья, вот в такой вот коробу упаковки она пришла, 4 плашки по 8 гигабайт. Сейчас покажу на мониторе, что это у нас за магазин, с чем это едят. Ancovel DDR 8 гигабайт памяти, заявленная 1600 меггц по 1374 за одну штучку. А, характеристики я купил 1866 мегагерц для AMD процессора. У меня материнка больше 32 герц не поддерживает. Ну, соответственно, открываем дальше. Вот так это все выглядит. Давайте какую-нибудь одну. Вот DDR3 8 гигабайт, полтора вольта. Ну, все отлично, все они одинаковые. Значит, будет у меня работать четыре одинаковой памяти, максимально четыре слота на моей материнке. Ну, соответственно, двухканальный режим будет на всех. Что сейчас у меня на компьютере? Я, почему, собственно, занялся этим вообще вопросом. Заходим в производительных диспетчер задач, заходим в память. Что-то видим, что сейчас грузится 3 из 7 из 8. То есть у меня 8 гигабайт всего лишь. И скорость, на которой она работает всего лишь 800 герц. То есть она такая, но очень-очень слабая память. Значит, когда я загружаю, ну, какую-нибудь там игрушу, она полностью, полностью забивается, и мы начинаем работать с памятью виртуально. Ну что же, ставим. Надо будет еще в гирусе настройки. Так, вот сейчас вот игра грузится. Ну, видите, уже 5. Ну и так далее. То есть сейчас игра грузится и в общем, выключаем компьютер, вставим память в свои слоты. Так, разобрали блок, выкрутили два болта, открыли крышку, выточили здесь питание, зая, как уважно. Ну и вот, долезли и там поменяли память. А вот старая, значит, по 4 гига, стояли на 1500 герц. Две флажки. Ну понятно, сейчас в современных мерках это безумно мало. Так, ну что, включаем. Включился агрегат. Сначала надо зайти в BIOS. По-моему, на Делейте она выходит. Так, зашли в BIOS. Здесь у нас, смотрим, значит, нажимаем дополнительно, расширенный режим, прыгаем. Видно, что ее полностью увидел компьютер. Но пока ее видит как 1600 мегагерц. Видит он ее так, потому что у меня стояло 1600, и было вот здесь настроено, вот во второй вкладке вот сюда вот, на, соответственно, 1600 герц. Мы ставим 1866. Ну, можно вообще поставить в авто. В режиме авто все будет определяться. И, ну, лучше вообще это сделать сначала так, и если не получится, если не заработать в этом режиме, ну, тогда вставим вот этот вот режим, и здесь уже определяем частоту, не вручную, а вот этот вот, вот этот. Так, авто. F10. Save and Reset. Yes. Еще раз заходим в BIOS. Смотрим, как он определяет частоту теперь памяти. Дополнительно... О, он ее автоматически определяет вот так уже. 1866 герц. Так что, ну, друзья, вот, короче, память это хорошая. Несмотря на то, что здесь все стоит в авто. И пусть стоит в авто. Это нормально. Так. Ну что. Я считаю, что эта покупка достойная. Значит, мы выходим на Escape. Ничего не сохраняем. И зайдем сейчас в сам Windows, посмотрим, что там. Так. Windows зашел. Заходим в мониторинг ресурсов, производительность, память. Видно, что вот они мои 32 гига. Сейчас используется 2.7 и скорость 933 герца. Значит, мы ее должны умножить на 3. Умножить... Ой, на 2. И получаем наше 1866. Я не знаю, почему так. Ну, вот, почему-то, короче, это так. Ну, и давайте посмотрим какую-нибудь игру. Вот я играл еще, кроме там всяких Call of Duty, вот властелин колец онлайн играю. Все, вот шейдеры прогрузились. Игра отлично. Не тупит, не лагает. Значит, что тут по памяти. 4,6 гигов используется. Ну, наверное, давайте еще что-нибудь подгрузим. Вот это можно. Аутлук еще. И давайте еще чего-нибудь, к примеру, Vegas. Посмотрим. Игра Vegas и Аутлук. Память идет. И здесь вот чего-то там выделяется еще. 41 гиг. Ну, это жесткий диск, походу. Виртуальную память выделяет. Ну, работает неплохо, я вам могу сказать. Явно лучше, чем было. Ну, каких-то там супер-упер-прям отклонений. Как вот, допустим, когда ставишься CD-диск, я такого не замечаю. То есть скорость не прибавляется многократно. Давайте вот этого товарища вылечим. И что тут? Ну, тут на память не повлияло никак. Ссылку на товар оставлю здесь на описании. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok